всем привет продолжаем колупать go dot ну в этом видео и может быть еще будет одно-два видео в котором мы создадим первую игру по руководству ну а дальше не знаю даже я посмотрю возможно больше ничего не буду делать если видео наберет 17 миллионов просмотров за сутки то конечно же это все разберу дальше детально очень детально вплоть до в каждой буковки внимательно прочитаю вот ну а если не наберет то пишите комментарии если вам так удобнее разбирать этот движок там на полу фоне да там что-то делать и слушать как я это разбираю поглядывать то тогда пишите лайкайте кроме лайков еще пишите что было бы неплохо продолжаем и все такое вот есть это все будет набирать лайки я буду понимать но такие комментарии буду понимать что да надо и буду находить время и по чуть-чуть там что-нибудь тут выбирать либо вы будете писать там а попробуй разобрать там будь это что-то 3d или 2d или еще какой-то д вот но 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 это обязательно мы сегодня может быть еще и завтра и послезавтра сделать итак ее фост хами мы тут создадим ферст нашу гамме и тут надо надо короче уворачиваться уворачиваться от каких-то этих почему 2d как бы тут такой сразу вопрос ну 3d игра более сложная можно сказать чем 2d конечно я с этим совершенно согласен поэтому мы должны научиться я тоже всеми руками за и ногами том за то чтобы сначала натаскаться на 2d разобраться с движком эти ему либо другим либо просто если вы пишете на си плюс плюс из и шарпи какую-то свою игру лучше это все пройти в 2d играх если вы конечно же хотите какую-то игру создать чтобы уже иметь какой-то опыт и только тогда приступать к 3d потому что в 3d там дополнительных заморочек еще больше вот то есть вам пригодится весь опыт 2d и плюс нужно будет еще разбирать 3d трехмерное это пространство вот эти оси как она поворачивать камеры как это это просто сам как минимум да поэтому поэтому все-таки надо начинать с 2d потому что если прыгнуть на 3d то можно за голову схватиться ну и в результате сделать что-нибудь знаете как есть видео там игры за пять за полчаса вашу нибудь вы такой создадите это будет не игра ну такое чертишок короче меньше разговоров чё нам надо сделать нам надо скачать запустить год от и создать новый проект и скачать вот какие-то ресурсы сейчас я эту сделаю и так я скачал и вот создаю проект create folder create and edit создаю и так ну нам сразу 2d надо дальше 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 если мы не читали сцены и ноды то прочитайте вроде читали так кликнуть проект settings и выбрать дисплей где-то дисплей где эту дисплей дисплей а нашел вот он и в биндоу остановить ширину в 480 высоту 720 ширина 400 8 там табуляции не работает высота 720 клоуз запустим чё а нету ладно ладно не буду запускать да дальше в этом проекте мы будем мы создадим три независимых сцены player mob и худ чё за худ худ и узнает ладно так нам надо нам надо нам надо раз нам надо давайте атаки создан арт и фонс new folder арт и фонс а как добавить сюда существующие нет нет еще что такое я хочу сохранить проект блин а он не сохраняет круто как тут сохранить project а вот никак савиол не сохранила и так первым первая сцена который мы сделаем будет называться плеер хуру чё нам надо добавить сцену 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 и добавляем и добавляем создаем новую ноду добавляем area 2d арри а вот так ну надеюсь да на рэн вода create и и назовем ее player есть получилось это хорошо дальше так ну и написано с этим арри а 2d мы можем обнаружить объекты который over overlap наверно сталкиваются ли перекрываются с игроком но хорошо измените именно я это уже сделал так перед добавлением новых детей да там узлов плееру мы должны быть уверенным чем мэйк шоу а где она что не тут класс а вот замочек что он не выделяется или чё от папа а тут суды и предупреждения х но учил ну я знаю ну ну блин но я живу тучусь так команд сохранить нет контроль с а надо сцену сохранить окей как мы сохраним ну на таки назовем да так так но все-таки здесь говорят что надо кликнуть типа дети не могут быть выбраны что-то такое да то есть внутри этого нашего игрока ну этого узла то что будет внутри выбрать нельзя ну принципе да логично то как то некрасиво будет кликнем и руку чью-то выберем так ладно сцену сохранили спрайт они меньше и добавить аниме этот спрайт правой кнопкой добавляем челднот так аниме это спрайт требует какие-то спрейт фреймы ресурсы ну понятное дело требует значит чтобы создать дина найдите фрейм из пропорта так и кликнул что более нам добавить надо а вот здесь вот я нашел вот мы аниме этот спрайт и вот здесь в инспекторе фреймы нами вместо ну надо сделать нью спрайт фреймс и чё следующие открыть спрайт фреймса как ее открыть как ее открыть так еще раз заново сделал вот так клацнул сюда и сюда вот открылась аниме шин фреймс и сюда нам надо а вот добавить 2 до райт и об об дальше добавить ботан так чё нам тут надо лев а райт это будет как дефолта где-то дефолт блин фишину знаю чё тут я так понимаю сюда надо эти insert empty как-то им портнуть а как и не мыши наверно вот лод ресурсы я понял сейчас я сюда я папочки создал весу сюда еще ничего не скопировал а скопировать нужно то что было в самом начале то что скопить скачали сайтом сейчас это сделаем и так я скопировал и вот автоматически вот здесь все это появилось так вот и выберу такой вид он вроде получше и так и чё нам надо сделать 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 надо что-то переместить драк до две картинки для каждой анимации а вот же не player gray об 1 и player это не волк волк 1 и волк 2 это райт да вот так две анимации вы так дальше картинки немного большие нам нужно их уменьшить кликните анимает спрайт где вот кликнул дальше чё но до 2 а трансформ вот здесь у нас вот трансформ скейл и вот здесь 05 и вот здесь 05 так так дальше добавьте коллижен шейп 2d да как два пальца коллижен а фиг тут нету они есть коллижен шейп 2d коллижен шейп 2d добавляем добавили это по налоге но аналогичным механизм практически во всех движках и вообще это как мы предыдущем этом забыл уже как он называется там тоже ограничивали кружочками квадратиками так и здесь так короче где-то здесь а вот ну и нам надо чё нам надо нам надо капсулы шейп 2d вот капсулы шейп 2d и и чё так давайте вот это увеличу о чем не двигается эй эй а как нет центр сдвинуть view но я же хочу сдвинуть блин она не с эту среднюю кнопку мышки сжимая не двигает не хочет ладно так и нам нужно рысай сделать рысай с чего рысай с вот этого что ли что-то я не вкурил почему вот у меня сейчас где она у меня сейчас вот это вот добро не отрисовывается по идее должно было вот здесь показываться так так а она не показывается хотя вот есть эти картиночки и чё скорость фпс это я так понимаю каждый пять кадров в секунду на картинке будут меняться местами вот будут меняться места но почему они здесь не отрисовываются непонятно так это не будем еще запускать непонятно что мне тут надо сделать тоже непонятно ну я до предыдущем движке конечно справка была получше что мне надо выбрать вот это я выбрал да изменить размер чтобы покрыть спрайт но какой справе его не вижу вот это спрайт ну хорошо нет вот какой блин спрайт о чем вы все знают попробую сделать так вот колледжи ну боже ну ничего вот это я делаю она меняется сразу тоже капсул шейф 2d фига знает ладно давайте выберем еще плеера и нажмем вот эту штуку и нужно еще добавить а скрипт ну давайте может что-то что-то получше будет давайте player gd тут дефолт of 2d же дескрипт же дескрипт create сделали и чё дальше так надо что-то тут экспортнуть ну давайте вот это сделаем скопирую так экспортируем ключевое слово нашу первую переменную speed клик выберите на плеере и добавьте speed пропасть а окей где наш плеер где наш 2d где тут добавить свойства про партия где тут про партии так если вы используете си-шарп нужно restart go dot не манера и си-шарп не используем какое-то свойство надо установить а я я а блин вот же она спида откуда она знает speed это по умолчанию ничего давайте 400 поставим с большой буквы так так а ну-ка давайте в скрипте посмотрим а а тут с маленькой буквы больных когда фигня творится ребята ладно ради функции вызывается когда узел бы входит в нашу сцену и все такое давайте функцию рейди скрин сайс получим реальный размер ну понятное дело нам надо знать размеры нашего мира для того чтобы определять выехали мы за пределы или не выехали дальше дальше просто копирую это все добро вот отсюда функция процесс функция процесс что у нас здесь происходит у нас здесь происходит обработка куда мы вверх то есть право влево вверх вниз и и и и и и аниме этот спрайт вот наш аниме этот спрайт и это понимаю вот вызывается это стандартные функции play stop play stop и так аниме этот спрайт спрайт вот здесь мы уже видели да у нас есть два спрайт чё с этим делать об наверное об тоже надо тоже чё-то надо лан давайте в скрипт так это скопировал это мы можем определить бывали нажито клавиша вот с помощью стандартных средств input из экшен пресса и если на бланк были нажаты то есть ю а это я так понимаю если мы получили от ю айки события что право влево и все такое то мы велосити скорость увеличиваем скорость скорость это все хорошо дальше мы запускаем анимацию а если вот велосити вектор движения да если мы сдвинулись если произошло движение то мы запускаем анимации если движение не было то анимации останавливаем дальше позиция что это такое блин а в предыдущем движке было как-то интересно там сразу копипастка и все тут на ночью сидеть думать читать так тут написано а смотрите вот эта вот штука доллар это вместо записи get not ну в принципе удобно до чтобы не писать вот это вот get not там . мы можем написать просто знак доллара и чтобы это вас короче не пугало давайте посмотрим посмотрим аналог си шарпа вот в си шарпе вот get not my блин лучше скриптом писать скриптом меньше итак когда мы это все добро поменяли нам вот говорят теперь мы можем обновить обновить сказать чтобы наш игрок обновлялся так где тут очищись вот тут кстати вот 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 этот вот этот не очищается так давать я щас что не так вроде все так больны а что что давайте ну немного тут надо еще конечно привыкнуть с этим с этими правилами так короче фиг его знает там ошибка позиция какое-то непонятно какое но но я тут посмотрел что я посмотрел я решил еще добавить ой блин а где где я же копировал почему-то пропали 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 О, блин, а тут работает Вот, блин, а что до этого не работало Какая-то фигня, короче Какая и почему, я не знаю Так, вот нам надо А что надо, кстати? Сделать так, чтобы Вот это все покрывало Где наша справка А, да, нам надо, чтобы эта область полностью покрывала Так, но для начала Нам же надо Блин Так, тут 0,5 стоит А почему? Я же ставил 0,5 Я же ставил Я же ставил 0,5 А тут почему-то Так, 0,5 0,5 Вот Теперь, теперь этот коллижен Возможно сейчас это рисуется, потому что я Закрыл И открыл заново редактор Вот Возможно из-за этого Так, сейчас я это подгоняю Вот так Поэтому, возможно, у вас точно так же надо будет это делать Во Вот, подогнал А это что? Нет, это не что Есть Сохранили Сохранили И теперь Что нам теперь надо? Теперь надо Вот здесь Вот это мне непонятно Здесь было Position Где его брать? Это раз Во-вторых Вот это в velocity Это скорость Ее тоже Получается Каждый раз Я буду создавать Я так понимаю Просто надо Надо Вот здесь Сделать Создать эти две переменные Давайте Var Veloci Вот Наверное Будет Вектор 2 Вот так Вот Нет А не, нормально Veloci Вот Veloci И думаю Точно так же Position А position А вот Position Не знаю Что у нас Там Position Пусть тоже Будет Пусть тоже Будет Потому что Здесь Если Набираю Position Здесь Нет Такого Свойства Вот 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 F6 Ну F6 Ё-моё Смотрите Position Уже Существует Как Как-то Окей F6 О О О Смотрите Он двигается Вот Я сейчас Нажал Вправо Он двигается Вниз Тоже Двигается Вверх Двигается Только Он Зараза Не Перемещается А Чтобы Он Перемещался Там Ж Было Написано Было Написано Вот Есть Position Плюс Равно Это Нужно В самом Низу Процесс Ну Блин Ну Вот Я пишу По Плюс Равно Один Не работает Велосити Не работает Почему Плюс Равно А если Велосити Тоже не работает Какая-то ошибка Position Создать Перемены Не могу Говорит Это Она Уже Есть Ладно Сейчас Я приостановлю Еще Что Нибудь Подумаю Короче Я Что Я Сделал Я Скопировал Этот Готовый Проект И Вот Все Тоже Самое Я Просто Взял Контроль С Контроль В Из Того Исходника Скопировал Сюда И Вот В результате Все У меня Как бы Заработало Не Я Догадываюсь Возможно Проблемы В табуляциях Или Что-то Такое Вот Сейчас Даже Блин Не знаю Position Этот Есть Вот Position Вот Точка Икс Равно 90 Возможно Проблема Не в табуляции А В Символе Который Вот Здесь Как перевод Строки Возможно Не знаю Потому что Сейчас Все Собирается Если Мы Запустим F6 Вот Я Могу Вверх Вниз Вправо Влево Но Вправо Влево У меня Анимация Не меняется Не меняется Не меняется Почему То Вот Тут Райт Есть Ап Есть Почему Не меняется Возможно Надо Что-то Где-то Было Указать Сработает Нет Наверное Табулят Наверное Надо Отступ Сделать Так Где тут Output Clear Сработало Нажимаем F6 Да Все Верно Вот Я Вправо Влево Глаз Меняется Вниз Вверх Все Работает Ну Вроде Ничего Сложного Вы Увидели На какие Проблемы Я Натыкался Судя По Ну Следуя Документации Вот И Все Так И так И так И так Хайд Еще Говорит Сигнал Хин Ладно Не будем В следующем Видео Продолжим Вот С этого Места Поэтому Поэтому На сегодня Все Всем Спасибо За Внимание Подписываемся Ставим Лайки И Все Такое Всем Пока